Мужчина здоровый, это Шамшурин, сейчас будем давить тебя на больное. Хочу, чтобы ты вспомнил все свои негативные моменты на свиданиях, которые у тебя были. У кого-то более-менее часто были свидания, у кого-то совсем редко, у кого-то они не помнят даже когда, может быть еще в мезозойской эре, но так или иначе у всех у вас были свидания, и не все они, к сожалению, я бы даже сказал почти все они, к сожалению, были не столь такими результативными, какими бы хотелось. И сейчас я себе накидал какие-то основные болючие моменты, очень коротко по ним пробегусь, как-то их прокомментирую. Штуки, которые случались с каждым мужчиной на свидании хотя бы раз в жизни. Поехали, значит. Итак, дружище, тренинг «Свидание уровень Бог» 10-11 марта, онлайн-формат, живой формат. Жду тебя, будем делать твои свидания мега-результативными. С завтрашнего дня стоимость тренинга повышается. Успевай записаться, успевай забронировать себе место, оплатить свое участие и увидимся. Первая штука. Девушка не поехала к тебе домой, несмотря на то, что все к этому и шло. Печально. Ты не поверишь, но у меня такое было очень много раз. Причина какая? Причина в том, что ты, скорее всего, не смог завернуть вот это приглашение к себе домой в определенную какую-то красивую обертку. Все все понимают. Девушка понимает, ты понимаешь. Но ей важно сложить себе ответственность. Ей важно, чтобы ты как-то это все обыграл. Тут уже вопрос твоей фантазии. Как делать, я тебе сейчас рассказывать не буду. Я тебе буду говорить, в чем причина. Будем вот так вот взаимодействовать с тобой. Плюс, опять же, чтобы девушка поехала к тебе домой, она должна быть возбуждена уже в месте, где вы общаетесь. С этим вопрос у многих возникает очень большой, потому что не знаешь, как трогать, не знаешь, как прикасаться и так далее. Поэтому здесь случается такой облом, и это действительно очень неприятно. Я согласен. Следующий. Не знаю, о чем разговаривать с ней. Причем все это я, по сути дела, подчеркнул из тех вопросов, которые мужчины пишут мне в личку. Не знаю, о чем разговаривать, не знаешь, как раскачивать по эмоциям. Слушай, ну, скажу тебе так, что свидание, оно должно быть, мягко говоря, не похоже на какое-то собеседование по работе, где вы сидите друг напротив друга, тут цветы, тут, блядь, дары, там, не знаю, верблюды с мешками, там, даров, чего-то еще. И ты сидишь и думаешь, так, так, что сказать, что сказать, что сказать. Свидание, в первую очередь, должно быть удовольствием для тебя. И когда тебе там комфортно, тебе там классно, тебе там легко, соответственно, и девушка будет так же себя чувствовать, ей будет передаваться это же состояние разговаривать. Там вопрос не в том, что у тебя нет тем каких-то для разговора. Вопрос в другом, что у тебя есть некомфортное состояние, которое мешает тебе быть самим собой, выдавать какие-то прикольные истории. Одно скажу, что нужно быть разным, нужно раскачивать, да, то есть не нужно быть только крутым, как некоторые говорят. У меня там Бентли, я просто приехал на Део Матис, сегодня Бентли отдал своему водителю, потому что думаю, ну пусть Вася покатается, что ему, блядь, хоть раз в жизни, да. Я думаю, что это явно лишнее, поэтому не стесняйся рассказывать о своих слабостях, о своих недостатках, о своих косяках, о каких-то курьезных случаях, то есть стебаться над собой, не стесняйся стебаться над ней, то есть эта проблема, она легко решаема. И, соответственно, нужно убрать дискомфорт и нужно немножко вытащить из тебя того настоящего веселого парня, которым ты являешься и о котором ты забываешь напрочь, когда приходишь на свидание, хотел сказать, на собеседование, потому что для тебя это практически то же самое. Следующее. Есть неловкие паузы. Во-первых, человек не может выдавать информацию без пауз, прям раз, 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 раз. Неловкие паузы, вообще паузы это нормально. То есть ты должен сделать так, чтобы девушка сама была заинтересована в том, чтобы эти паузы как-то гасить, и то есть в это время, чтобы она включалась в разговор. Этому можно научиться. По поводу неловкости этих пауз, ну, блядь, мне кажется, неловко, не знаю, вылить кипяток ей на новое платье. Вот это неловко. В паузах нет никакой неловкости. И опять же, эти неловкие паузы можно заполнять прикосновениями, можно заполнять кинестетикой, возбуждением и так далее, и так далее, и так далее. И этому всему можно и нужно научиться. Следующий косяк. Девушка все-таки приехала к тебе домой, но секса не было. Когда-то давно у меня была такая же история, причем многократно. У меня было такое, что я лежал с девушкой в одной кровати, она вот так закидывала на меня ногу и говорила, что ну мне просто удобно так спать. Я говорил, а, ну ладно. Я реально лежал, ну как бы, я даже не думал, что в принципе это был какой-то жест с ее стороны, типа, эй, там, Вася, ты уже будешь меня сейчас трахать или нет? И я реально не знал, что делать. У меня было такое, что я влюблялся в девушку, она влюблялась в меня, все было очень круто, все было очень классно. Она пригласила меня к себе, я не стал с ней ничего делать, потому что я просто не знал, как к этому перейти. Я думал, что мы ляжем там спать, и все как бы само по себе случится. Но само по себе ни хрена ничего не случается, кроме дождя, наверное. И все, и на следующий день девушка переставала вызваниваться, переставала выходить на связь, потому что у нее прям резко на каком-то инстинктивном природном уровне пропал интерес ко мне, как к мужчине, к самцу. И у многих такое было. Это очень обидная штука, да, то есть когда она пришла, но у тебя ничего не получилось, и ты даже трогал ее там. Представляешь, какая фигня. И суть в следующем, что, как говорит одна моя женщина, психолог знакомая, она говорит, если девушка пришла к тебе вечером, женщина пришла к тебе вечером, она должна быть либо женщиной, либо никем. То есть я от себя лично скажу так, что если она у тебя уже появилась, и у тебя ничего не было с этой девушкой, она дала тебе шанс, то есть прощелкал только ты, причина только в тебе, в твоем неумении завершить эту ситуацию, ну, скажем, перейти к сексу. Следующий косяк. Она сидит, наверняка была такая хрень, что она сидит в телефоне. То есть вы вроде общаетесь, как тебе кажется, все вроде бы интересно, классно, весело, но она почему-то все время отвечает на какие-то смс-ки, которые ей приходят. Сама, ой, блядь, сама пишет эти смс-ки. То есть она, наверное, процентов 30-40 своего времени посвящает почему-то не тебе, а общению в телефоне. Это очень неприятно. В какой-то момент тебе хочется сказать, блин, что за херня, ты себе не позволяешь этого сказать, и это, кстати, один из косяков. Второй момент. Нужно смотреть в сторону заинтересованности, значит, однозначно, опять же, дело не в ней, а в тебе. Потому что если бы ты сделал так, чтобы ты стал ей интересен сейчас в моменте, она бы не делала этого. То есть это 100%. Это только исключительные клинические случаи, ну и опять же, это можно погасить. То есть ты можешь просто сделать так, чтобы она этот телефон отложила, при этом у нее еще больше возникнет к тебе интерес, потому что ты ей объяснил, что тебе эта ситуация не нравится. То есть опять же, я к чему клоню, что все косяки, о которых я сейчас говорю, по сути дела, они твои. Это один из моментов. Второй момент. Конечно же, там Путин зло, директор гандон, зарплата маленькая, город у меня стрёмный, у нас тут, не знаю, большие налоги, цены на бензин, бла-бла-бла. То есть можно до бесконечности уповать на какие-то внешние обстоятельства, но это тебя не сдвинет с мертвой точки. Как только ты осознаешь, что ответственность на тебе, что ты должен решить этот вопрос, чтобы вот такой херни на твоих свиданиях не было, у тебя в жизни все изменится. Это не только касаемо свидания, это еще и касается бизнеса, денег, работы, не знаю, твоего пуза, моего в частности, и каких-то еще вещей, то есть которые для тебя в приоритете, либо не в приоритете. Этот вопрос надо решать, и решать как можно скорее. Следующее, значит, тут ребята написали, куда пригласить, не знаю. То есть, опять же, самое главное, с кем, но нигде. Поверь мне, если ты будешь каким-нибудь, там, не знаю, Тимати, или там Марком Цукербергом, я не знаю, кем-то еще, то есть этот чувак, которого рыбка-то, как его зовут? Нет, олигарха, как зовут? Дерипаской. Да, Дерипаской. То есть, мне кажется, этой девушке будет по большому счету похер, куда ты ее приглашаешь. То есть, это самый главный принцип. Самая главная, с кем, а не куда. А если ты будешь, короче, ну, каким-то скучным, стрёмным типом, там, зажатым, закомплексованным, волнующимся и так далее, ты можешь пригласить ее в большой театр, там, куда угодно, не знаю, на прием к президенту, она все равно подумает, что было стрёмно. Вопрос не вместе, это точно. Вопрос в том, как ты там раскрываешься. Значит, следующее. Неприятно, когда, так, это я уже сказал, вы дарите цветы, красиво ухаживаете, а в ответ лишь скромный сухой поцелуй. Сухой поцелуй, наверное, так забавно звучит. Есть мокрое, это когда вот так, а есть сухой. А это к вопросу о том, что мужчина почему-то думает, что если я дарю цветы, подарки и прочую херню, значит, она обязана буквально сама наброситься и начать сосать у меня под столом. То есть, Марина, ну не здесь же, ну что ты, мы же, ну не здесь же. Вот, такого ожидать тоже стрёмно, потому что девушки воспринимают это как бы нормально. То есть, ты пришел, классно, ты пришел, это же не значит, что я тебе чем-то обязан. Не значит, что я тебе чем-то обязан. Если ты пришел не один, а привез с собой дары, там, не знаю, цветы, подарки и прочую херню, как бы это тоже твои проблемы, это тоже твое право. Это не значит, что как бы она тебе чем-то обязана. Поэтому ждать, ну думать, что дело в дарах, в цветах, в подарках и так далее, это бред. И ждать, когда девушка как бы поймет, что она теперь тебе за это должна, это тоже бред, потому что, поверь мне, людей, которые дарят красивым девушкам подарки и цветы, их просто огромное количество. И в какой-то момент она понимает, а что это вдруг, я что-то, ну, хотят, пусть хотят, пусть дарят. Следующее, значит, свидание больше похоже на собеседование. Ну, я уже об этом сказал. Вопрос только в твоем внутреннем состоянии. Как себя расслабить, как себя разогнать, как включить себя настоящего, черт возьми, который, бля, сидит там, развалился, не знаю, угорает там, что-то шутит над официантами, чешет себе там, там или там. То есть, ну, человек, который ведет себя комфортно и раскованно. То есть, как стать этим человеком? Об этом я буду рассказывать тебе 10-11 марта на тренинге, который называется «Свидание. Уровень. Бог». И, собственно, решать все вот эти косяки, которые я сейчас перечислял и буду перечислять. Мы будем там. После этого тренинга по прохождению его у тебя не останется таких вопросов. Потому что, ну, они действительно совершенно тупые какие-то вот. То есть, эти проблемы легко можно решить и нужно решить. То есть, они не должны быть в твоей голове. Ты должен заниматься какими-то более глобальными, серьезными вещами и думать о другом, а не о том, почему девушка ушла со свидания. Ну, блядь. Потому что ты проебался. Вот поэтому она и ушла со свидания. Почему она не пришла на следующую встречу? Значит, вопрос, потому что на первой встрече что-то было не так. Что было не так? Здесь очень много факторов. Не понравилось общение, не понравился ты, не понравилась обстановка. Ну, в основном, дело, конечно, в тебе. Знаешь, даже бывает такой момент, что ты можешь ее трогать, ты можешь ее возбуждать, ты можешь ее целовать. И все даже почти дошло до секса, но им не закончилось. И она не пришла, потому что ты перегнул палку, но при этом не закончил начатое. То есть здесь очень много нюансов. Здесь нужно очень круто разбираться в женской психологии. И, собственно говоря, чем я и занимаюсь, я занимаюсь изучением женской психологии все эти годы, причем на собственной шкуре, на собственной практике. Сколько у меня было обломных свиданий, ты даже не представляешь. У меня в книге даже описаны случаи, когда было четыре девушки подряд, я проводил свидание непосредственно в машине, потому что как бы так было удобнее мне. И четыре раза была битва за трусы, когда девушка сидит в одном белье, ну, то есть все уже вот. Но до секса почему-то довести не удавалось. То есть я очень сильно психовал, комплексовал. Я даже разбил руль на машине. Я вот так вот ударил со всей силы, и там руль треснул. Но это была «Жигули-десятка», поэтому слава богу, что в этот момент она совсем не развалилась, вся вот так вот по швам. Хорошо, что только руль потом ездил с перебинтованным изолентой рулем. Ну, тогда для меня это было, ну, пипец как больно. Поэтому у меня была такая реакция. Следующее. Девушка все время говорит «Убери руки, не трогай меня, ты слишком торопишься». Мужик, об этом ты можешь посмотреть в соседнем видео, которое, собственно говоря, будет в следующем выпуске. То есть я там рассказываю в чем косяк, почему ты не можешь начать трогать девушку. То есть еще раз. Это нормально. Ты ошибаешься в том, что ты думаешь, если тебе говорят «Убери руки», значит, все херово. Это значит, что просто девушке так нужно себя вести, так нужно себя позиционировать. Если она до сих пор здесь, значит, это как бы все нормально. Как сделать так, как трогать, прикасаться так, чтобы это было плавно, чтобы она не говорила «Убери руки» и плавно приучать ее к кинестетике, плавно приучать ее к тому, что ты ее трогаешь, обнимаешь, не ухаешь и так далее, целуешь. Об этом я подробнейшим образом буду рассказывать и показывать на своем тренинге, который называется «Свидание уровень Бога». Опять же, некоторых мужчин прям раздражает и бесит, что девушка позволяет встречаться вам с ней только тогда, когда ей удобно и там, где ей удобно. И вы реально зависите от нее. То есть ты думаешь, блин, ну вот не могу я сегодня, но шанс выпал, надо бежать, надо отменить встречу с Иваном Ивановичем, не знаю, просрать контракт на несколько миллионов рублей. Это тоже ваш косяк. Косяк того, как ты себя спозиционировал, как ты в самом начале общения себя поставил, то есть как ты вел себя на первом свидании. То есть если ты ее заинтересовываешь на этом свидании, то она, естественно, заинтересована в том, чтобы встретиться с тобой там на взаимоудобных условиях. Если не заинтересовываешь, она будет тобой крутить, вертеть, а ты будешь это хавать. И еще раз, проблема только в тебе и в твоем позиционировании, и в твоем поведении. После нескольких встреч, как вам казалось, вполне нормальных, она говорит, что ничего кроме дружбы предложить не может. Более старшее поколение, надеюсь, поймет эту шутку, что дружба это тоже неплохо. Дружба это бензопила, как бы ее можно в крайнем случае продать. Вот. И когда я был маленьким, единственной разновидностью бензопилы была бензопила дружба. И как в том анекдоте, когда поссорились две бригады лесников, и как всегда победила дружба. Вот. Слушай, но опять же, косяк только в том, что ты себя проявил неправильно. Ты взаимодействовал с ее частью, с ее составляющей, психологической частью, девушка-ребенок, то есть девушка-друг. Но ты не взаимодействовал с частью девушка-самка. То есть, как об этом, я более подробно буду, вернее, даже не более подробно, а детальнейшим образом, буквально вот так вот, с очками, с указкой буду на живой женщине человеческой показывать, как это работает, как это взаимодействие простроить и так далее. То есть, она восприняла тебя как друга только потому, что ты не проявлял себя как мужчина для секса. В этом весь косяк. Это если очень коротко и очень сжато. Как проявлять себя и как мужчина для секса, но при этом еще и вызывать комфорт и доверие, соответственно, где-то еще и прокачивать такой пласт общения как с другом, здесь все должно быть в определенных пропорциях. Этому можно и нужно научиться, то есть, этому мы будем учиться с тобой 10-11 марта на тренинге «Свидание. Уровень. Бог». Дальше, значит, свидание слишком затягивается. Есть такое понятие у нас, как эмоциональное истощение. Наверняка такое было, что ты сидишь, в начале еще вроде все куда не шло, если мы так быстро-быстро перематываем, то через час или два вы сидите, она сидит в телефоне, улыбается тебе иногда, ты сидишь в телефоне, там что-то… При этом, поверь мне, уровень дискомфорта твой, когда ты сидишь вроде внешне в телефоне, да, но внутри тебя бегает эта обезьяна вот так вот по кругу с тарелками, что-то надо делать, что говорить, что-то, что делать, что делать, что делать, то есть и уровень дискомфорта девушки, они очень сильно отличаются, то есть зачастую девушке похер становится, и она как-то умеет делать так, что она не волнуется за того, что вы как два дебила сидите в телефонах и друг с другом не взаимодействуете, она сидит, думает так, надо вызвать такси, блин, завтра надо записаться на коррекцию ногтей, а ты в этот момент сидишь и думаешь, блин, она же больше не придет, ей со мной скучно, не знаю, а я хотел ее потрогать, я-то надеял, а я-то сегодня, не знаю, позвонил бабушке, искал, бабушка, ты не могла бы ночевать не у нас дома, вот тебе билет на фильм ужасов, сходи, может там как бы, там тебя и прихватят, ну то есть, ты уже настроился, понадеялся, не знаю, снял номер в отеле Ридс Карлтон, который находится вот напротив Манежной площади, там тысяч за 400 за ночь, как бы, думаешь, так, сейчас все на мази, а ну, сука, не на мази, так, ну, кто-то спрашивает, цветы дарить или нет, то есть, как одеваться, такие косяки бывают, что для тебя реально может быть целой проблемой то, как одеться, я в свое время любил делать такую штуку летом, я, естественно, как бы, когда звоню девушке, говорю, с тебя красивое платьишко, сексуальное, прикольное, они, как правило, в этот момент говорят, слушай, чувак, там, тогда с тебя смокинг, там, или костюм, я говорю, ну, окей, я говорю, ну, с тебя точно платье, она говорит, нет, как оденусь, так оденусь, естественно, что она приходит в красивом платье, там, в коктейльном, на шпильках и так далее, вот, а я прихожу в сланцах за 40 рублей, которые я покупал, там, не знаю, во Вьетнаме еще 5 лет назад, в рваных шортах и вытянутой майке алкоголички, вот, ну, при этом от меня может хорошо пахнуть, ну, я сейчас проецирую на себя, да, то есть, это могут быть какие-то крутые туалетные, крутые туалетные духи, туалетная вода, вот, и у нее такой культурный шок, типа, а, ты что, как так, то есть, ты говоришь, да ладно, чего ты, как берешь ее за руку, уйдешь, то есть, опять же, вопрос в твоем состоянии, если ты, тебе некомфортно, тебе плохо, ты зажат, ты скромен, у тебя есть какие-то тараканы, барьеры, волнения и так далее, вот, как бы ты ни оделся, поверь мне, эта ситуация не спасет, тут вопрос в тебе внутренним, и если у тебя внутри все круто, если ты уверен, ты знаешь, что делать с этой девушкой, а ты просто обязан знать, что делать от А до Я, то есть, что отвечать на каждое возражение, что ей говорить в какой-то момент, когда ее взять за руку, когда ее поцеловать, когда ее приобнять, взять за попу, тогда проблем в одежде нет, то же самое цветы, ну, хочешь дарить цветы, хочешь не дарить цветы, это история такая, что, как бы, блядь, они никак не влияют на результат свидания, поверь мне, никак, если ты сегодня в очередной раз пришел домой с эрекцией, потому что ты сидел и трогал женщину, которая рядом, которая тебе нравится, но так и не смог, скажем, осуществить желаемое, и ты сидишь и думаешь, блядь, надо было, короче, белые розы дарить, точно, да, короче, красные вообще не зашли, ну, это абсурд, дружище, дело не в розах, ты же понимаешь, девушка пришла в компанию, дагестанцев сказал, что это мои братья, вот, и ты сейчас всех их будешь поить чаем, отдашь свой телефон, и, не знаю, оплатишь по счету, и Артурчику погасишь кредит за гелик, такое, к счастью, бывает редко, но это тоже может быть, а к чему, что есть какие-то нестандартные ситуации, которые могут произойти, всякое бывает, не знаю, ты сидишь, общаешься с девушкой, и тут появляется какой-то бывший парень, неожиданно где-то вы там встретились в одном ресторане, закатывает скандал, либо официант случайно обливает вас несколько раз вот так вот, кипятком просто, потом возвращается с кухни, еще с одним ведром, еще хуярит на вас кипятка, и это он говорит, извините, пожалуйста, я так стыдно, то есть, могут быть нестандартные ситуации, то есть, это жизнь, как реагировать на эти нестандартные ситуации, как вести себя в них, об этом тоже есть огромный пул информации, о котором мы будем с тобой говорить на тренинге свидания уровень бог 10-11 марта, девушка рассказывает о своем бывшем постоянно, такой косяк, наверняка у вас у многих такое было, что делать, могу сказать в двух словах, то есть, соответственно, это не страшно, это не значит, что тебе надо сейчас найти в интернете фотографию бывшего, отвернуться, повернуться, или не знаю, пойти приклеить бороду или сбрить ее, чтобы быть максимально похожим на него, то есть, она просто чаще всего как бы набивает себе цену, повышает свою значимость в твои глаза, то есть, она говорит тебе, чувак, у меня вот был бывший, вот он был прикольный, там, или такой-то, то есть, соответственно, тебе бы неплохо бы, либо она говорит о каких-то других мужчинах, то есть, она говорит, а вот вчера меня, там, Евгений, например, водил в такой-то ресторан, там, а вот еще, я знакома с фейс-контрольщиком, крыша мира, или там, не знаю, я, кстати, это, заводчинный, его знаю только, или там, ты знаешь, я была на яхте в Дерипаске, то есть, мужчина, мужчина не знает, как на это реагировать, то есть, что я там делал, мы играли в шахматы, да, я его выиграла, вот, мужчина думает, что какая-то херня, что мне с этим делать, как на это реагировать, то есть, что тоже, она намекает, что я тоже должен сейчас прокатить ее на яхте, которая у меня там, это, ну, называется там, ванна из чугуна дома, полтора, она там, на восемь, вот, то есть, здесь возникают какие-то проблемы, что ты не знаешь, что делать, опять же, все это решаемо, когда ты знаешь психологию женщины, ты абсолютно знаешь каждое слово, зачем она его говорит, что она говорит, что она имеет в виду, и ты такой сидишь в этот момент, ты говоришь, меня вчера катали там на яхте из чугунной ванны, короче, с колесиками, ты сидишь, ну, как говорится, Васька слушает ДС, ты говоришь, да, 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 что вы говорите, что, при этом ты спокоен, ты знаешь, что тебе делать, смотри, я более чем на тысячу процентов знаю, что практически все эти косяки у тебя когда-то были, и случались, и все эти вопросы, неразрешимые ситуации, есть в твоей голове, потому что, ну, потому что у меня есть очень большой опыт с людьми, я знаю их боли, я знаю тех мужчин, которые приходят ко мне на обучение, и как бы по сути дела ничего уникального у них нет, то есть есть определенный набор затыков, которые случаются, в частности, на свидании, и для того, чтобы их больше никогда не было в твоей жизни, для того, чтобы ты просто забыл об этом дерьме, о котором я сейчас сказал, как о страшном сне, и как бы проводил свидания в кайф, чтобы они были результативными, чтобы ты занимался сексом, чтобы ты не парился, куда везти, что говорить, чтобы это было просто, как бы, таким вот кайфом для тебя, для этого я приглашаю тебя 10-11 марта на тренинг, который называется «Свидание. Уровень. Бог». Вся информация, которую собирал более 10 лет, уже, наверное, почти 11, причем собирал как? Собирал, ну, методом тыка, естественно, и методом обломов, методом того, что, блин, мне не дали там еще что-то, еще что-то, то есть я набил себе кучу шишек, которые ты можешь сейчас просто, ну, перестать набивать, потому что я тебе расскажу, как этого не делать. Если ты примерно прикинешь, поставишь цену, ну, я стесняюсь сказать слово цену, потому что это, ну, мягко говоря, подарок, и те деньги, которые ты тратил когда-то на свои результативные свидания, на цветы, на ухаживание, на еще какую-то херню, на аренду отеля Ридс Карлтон, вот, а она не пришла. Ты поймешь, что, ну, наверное, надо записываться, то есть я, естественно, буду рад тебя видеть, я буду рад тебе помочь. Итак, 10-11 марта, тренинг, который называется, свидание, уровень бог, увидимся с тобой там, в онлайн формате, в живом формате, в вип формате. Это был Шамшурин, пока. Итак, дружище, тренинг, свидание, уровень бог, 10-11 марта, онлайн формат, живой формат, жду тебя, будем делать твои свидания мега результативными, с завтрашнего дня стоимость тренинга повышается, успевай записаться, успевай забронировать себе место, оплатить свое участие, и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok